На Лачинских пастбищах адаптируются к местным условиям. Яки, привезенные из Кыргызстана в рамках пилотного проекта, сейчас в хозяйстве время рождения детенышей. Всего за седон родилось 28 телят, сообщает Министерство сельского хозяйства. Из них 18 самцов и 10 самок. На Лачинских лугах родилось 26 детенышей, а двое появились на свет. В НИИ животноводство, расположенном в Гельском районе. В этом ведомстве задержатся и откармливаются трое животных с целью изучения их хозяйственной ценности. Минсельхоз ведет регулярный мониторинг процесса адаптации к естественным условиям животных, кормящихся на открытых территориях. Специалисты проходят обучение для управления якофермой. Одной из основных особенностей яков является то, что они выращиваются на естественных пастбищах без специальных кормов, рационов, так как этот вид не требователен к еде. А боняние яков, живущих до 25 лет, развито лучше, чем у других животных. По этой причине они легко находят растения под снегом глубиной 10-20 сантиметров. Жирность молока яков составляет 9%. Разведение этих животных считается экономически эффективным за счет качества и выхода мяса. 100 голов было заведено из Кыргызстана для создания специализированной мясной фермы в Азербайджане. Завезенные в нашу страну животные, породы крупнорогатых яков уже начали давать потомство. На данный момент уже рождены 23 теренка. Детеныши прошли ветеринарный осмотр, проведено клиническое обследование. Они здоровые, находятся под наблюдением ветеринара. Компания по разведению продлится до конца июня. Я думаю, что в следующем сезоне мы проведем соответствующие ветеринарные мероприятия в регионе против болезней. Следует отметить, что яков выращивают в высокогорьях Тибета, Казахстана, Таджикистана, Монголии, Афганистана, Пакистана, Китая и других стран. В бывшем Советском Союзе яки смогли приспособиться к местным условиям Северного Кавказа. Особенно в таких районах, как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия. Продолжение следует...